Мы двигаемся дальше по нашей программе. Далее слово предоставляю Афанасьевой Кристине Владимировне, онкоцентр Блохина, отделение онкогинекологии, за докладом на тему исследования сторожевых лимфатических узлов при раке шейки матки. Кристина Владимировна, будьте добры, если сможете сократить, отлично, но, по крайней мере, не выйти из тайминга. Спасибо. Да, я постараюсь. Рада всех приветствовать на нашей конференции. Сегодня мы не в гостях, а дома. И позвольте начать мою презентацию. Как уже было сказано, метастазы в лимфатических узлах при раке шейки матки являются главным критическим прогностическим фактором, и частота выявления метастазов на ранней стадии может быть довольно высокой. Попытки оценить статус лимфатического узла более щадящим способом начались ещё в 2000 году, и мы видим, уже была большая публикация в 69 случаев под руководством Даниэля Доржана. Что известно на данный момент спустя почти 30 лет? Нет различий в частоте обнаружения между картирующими агентами, нет различий в зависимости от наличия конизации в анамнезе, и нет различий между размером опухоли, если мы говорим об опухолях, до 4 см. Частота обнаружения может быть очень высокой у категории больных, которые отобраны правильно. Не буду подробно останавливаться на исследованиях, которые были проведены. Это группа исследований Сентикол и исследования Сентикс. О них уже говорилось, и все они имели свои разные цели. Исследование Сентикс-3, которое сейчас ещё пока находится в работе, имеет свою целью также определить роль изолированных опухолевых клеток. Что увеличивает частоту детекции по данным группы этих исследований? Во-первых, это длинный протокол против короткого протокола. А в исследовании группы Сентикол используемым препаратом был радиоизотоп. Длинный протокол – это введение радиоизотопа накануне операции, то есть за день до. Молодой возраст, низкий индекс массы тела, активный метод в сравнении с калориуметрическим, а также лапароскопические операции. Всё это повышает частоту детекции. Что ещё важно, что при применении радиоизотопного метода выполнение лимфостентографии является обязательным. Не только для того, чтобы определить локализацию сторожевых лимфатических узлов, но и для того, чтобы знать, вообще, получилась ли у нас эта детекция, или мы просто получили красивую картинку. Что не влияет на частоту детекции? Размер опухоли шейки матки, если мы говорим об опухолях до 4 см, а также наличие конизации в анамнезе. В исследовании СЕНТИКС также было показано, что срочное гистологическое исследование не имеет смысла, так как оно пропускает или помогает выявить только половину поражённых опухолевых клеток. И также мы видим большое количество микрометастазов и изолированных опухолевых клеток. Введение протокола ультрастадирования тоже, конечно, является желательным. Говоря о биопсии сторожевого лимфоузла, не могу также сказать об исследовании CONSERV, по которому уже говорилось. В этом исследовании половине больных была выполнена биопсия сторожевого лимфатического узла. И ещё отчасти благодаря ему, вот в рекомендациях, например, НССН, была выделена отдельно группа пациентов низкого риска, которые подходят под так называемое ультраконсервативное лечение. Это пациенты с отсутствием лимфоваскулярной инвазии, с негативными краями резекции. Пациенты с обычной гистологией плоскоклеточного рака или аденокарциномы. Размер опухоли менее 2 см, глубина инвазии не превышающая 10 мм и отрицательные края резекции. Мы видим, что этим пациентам в аспекте ультраконсервативного лечения может быть выполнена или конизация, или простая гистероктомия. И рассматривается опция биопсии сторожевого лимфатического узла. Также эта опция есть у пациентов 1-й Б1 стадии, которая не подходит под критерии этого ультраконсервативного лечения. Для них в рекомендациях и для части больных 1-й Б2 стадии также возможно рассмотреть опцию биопсии сторожевого лимфатического узла. Что касается рекомендаций ЭСГО, то здесь для 1-й А1 стадии и для 1-й А2 стадии она рассматривается в изолированном варианте. А для 1-й Б1 до 2-й А1 стадии биопсия сторожевого лимфатического узла идёт как обязательный этап выполнения тазовой лимфоденоктомии. Об этом тоже уже говорилось, что если мы имеем двустороннюю детекцию, то может быть выполнена только лимфоденоктомия первого уровня. Если это односторонняя детекция, то на стороне отсутствия детекции должна быть выполнена стандартная лимфоденоктомия, которую мы обычно выполняем. И при положительных это прерванная гистероктомия и стадирующая лимфоденоктомия до уровня нижней брюжеечной артерии. В рекомендациях Российской Федерации мы все очень радовались, что мы наконец получили опцию биопсии сторожевого лимфатического узла при раке тела матки промежуточного риска. Но если мы будем говорить о раке шейки матки, то в рекомендациях русской эта опция появилась ещё в 2020 году для пациентов 1-й А1 и 1-й А2 стадий. Но в рекомендациях Минздрава пока ещё мы имеем ограничения в виде вообще полного отсутствия и упоминания данной опции для пациентов раком шейки матки. Ультраконсервативное лечение. Мы имеем небольшой совсем опыт, мы начали работу в этом направлении, и каких пациентов мы отбираем для ультраконсервативного лечения рака шейки матки. Следуя рекомендациям мировым, это обычная гистология. Начальная стадия до 1-й А1, размер опухоли не превышающий 2 см, небольшая глубина инвазии и отсутствие лимфоваскулярной инвазии. Но вот у одной пациентки, мы видим, была единичная лимфоваскулярная инвазия, ей была всё-таки выполнена тазовая лимфоденоктомия. Говорить о результатах пока рано, так как эти пациенты, они фактически были пролечены за последние 2 месяца. В нашей работе мы используем изолированный радиоизотопный метод и используем длинный протокол, то есть вводим радиоизотоп накануне операции. Если у нас всё получается по данным лимфостентографии, через 2 часа выполняем АФЭТ-КТ, который нам позволяет более детально уточнить локализацию этих лимфатических узлов в день операции, то есть на следующий день после введения. Важно определить частоту импульсов от места введения. Мы видим гамма-датчик, который установлен в нашей куматке. Частота импульсов составляет около 2,5 тысяч. Это важно, потому что сторожевым является тот лимфатический узел, но частота импульсов от которого не менее 15%, может быть, 10% от места введения. Также мы изолированы, используем иммунофлюоресцентный метод. В Российской Федерации наконец появился отечественный индиционин зелёный, разработанный компанией Мирфарм, который работает не хуже, абсолютно точно так же, как и работал импортный препарат, который мы пользовались ранее. И мы видим, что в инфракрасном свете очень хорошо получается увидеть сторожевой лимфатический узел. Он очень хорошо окрашивает протоки. Важно сказать о том, что при использовании иммунофлюоресцентного метода имеет значение время, которое прошло от момента введения до момента детекции сторожевого лимфатического узла. Но обычно оно не должно превышать 20, максимум 30 минут. И также в нашем учреждении, в нашем отделении мы используем детекцию сторожевого лимфатического узла двойным методом. Если кто-то вчера подключался к трансляции из операционной, мы показывали этот двойной метод при лечении больной раком тела матки, но то же самое мы применяем при лечении пациентов раком шейки матки. Используем радиоизотоп, нанотоп, который был введен накануне операции с активностью до 140 мегбекерель. Всё то же самое. В день операции непосредственно интероперационно вводим в строму шейки матки эндоцианин зелёный. И мы видим, вот здесь на этом видео локализован два лимфатических узла. Сначала был визуализирован наружный и подвздошный, но при проверке гамма-датчиком оказалось, что ниже, ближе к тураторной ямке, всё-таки частота импульсов намного выше. От того, который мы визуализировали первым, частота импульсов составляла... Ну, там было совсем небольшое число. А вот от того лимфатического узла, где сейчас стоит гамма-датчик, была очень высокая частота импульсов, было показано, что именно этот лимфатический узел является сторожевым. И именно он, в общем-то, был удалён, тот лимфоузел, на котором сейчас стоит гамма-датчик. В заключении следует сказать, что методика биопсиста рожевого лимфоузла показала свою высокую эффективность в проведённых ранее исследованиях в отношении частоты детекции, снижения осложнений, улучшения качества жизни при, в общем-то, схожей безрецидивной выживаемости. И в настоящее время в Российской Федерации имеются все необходимые условия для того, чтобы мы могли проводить свои собственные исследования, может быть, даже мультицентровые, и внедрять данную методику в широкое использование в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо. Я бы, короткий вопрос. Во-первых, огромное спасибо за презентацию. И у меня вопрос такой. И у нас мы с этим сталкиваемся. При детекции сигнальных узлов, когда мы видим специфическое свечение, допустим, не одного, а двух узлов, ну вот если абстрагироваться от накопления радиофарм препарата, как Ваша тактика, Вы какой считаете в этой ситуации сигнальный узел? Ну, если мы будем говорить о тазовых лимфатических узлах, и прошло довольно небольшое время, конечно, мы удаляем все лимфатические узлы, которые, ну, по крайней мере, подкрашиваются эндоцианином зелёным, который мы видим. Если прошло более длительное время, то понятно, что эндоцианин, он идёт и выше, и мы можем видеть уже свечение в параортальной зоне. Но на начальных этапах мы удаляем все лимфоузлы, которые были выявлены с помощью метода, используемого. Спасибо. Можно вопрос? Конечно, пожалуйста. А Вы уверены в том, что лимфоузлы, которые выше меченых, не поражены опухолем? Как это объяснить? Ну, во-первых, мы же используем методы визуализации. Понятно, что они имеют свою частоту ошибки, свою какую-то погрешность, но, тем не менее, все пациенты, всем выполняется МРТ малого таза и какое-то исследование брюшной полости с исследованием забрюшинного пространства. Для исследования биопсии сторожевых лимфатических узлов, по крайней мере, пока, мы отбираем пациентов низкого риска. Пока ещё мы не брали в исследование больных, у которых размер опухоли был бы или хотя бы приближался к 4 сантиметрам. Поэтому риск наличия метастазов выше тазовых, ниже, ну и, в принципе, при раке шейки матки риск наличия метастазов выше нижней приживечной артерии совсем небольшой. А может, имеет смысл всё-таки брать лимфоузлы чуть выше определяемых? Ну, так, ради науки. Ну, хотя бы один. Можно рассмотреть это? Просто интересно в этом плане. Нет, ну, мне кажется… Можно включить дискуссию, да? Нет, мне кажется, Гирилович, здесь вот тогда смысл, мне кажется, теряется детекция сигнальных узлов, суть которого, на самом деле, во-первых, повышение качества стадирования, и, второе, деэскалация самого этапа лимфодиссекции. Сегодня существуют опубликованные работы, которые показывают эффективность этой методики у больных, так сказать, с высоким риском метастазирования, имея в виду не эндометриоидные опухоли, опухоли хай-грей, ну, если мы говорим об эндометрии, например, и онкологические результаты сопоставимы, выполняем мы параортальную диссекцию или там совместе с тазовой диссекцией. Поэтому, мне кажется, здесь суть вот как раз-таки всё-таки я понимаю под оплёку вопроса, действительно ли мы видим те реальные коллекторы узлов, которые являются для нас, ну, собственно говоря, такими зонами ответственности для принятия решения. Ну, наверное, время покажет, потому что всё-таки методика эта внедрена совсем недавно, и, конечно, до некоторого момента мы вообще не говорили о какой-то деэскалации лимфодиссекции, и более того, даже при первой астадии, и мы с вами пережили эти рекомендации рака эндометрия, например, выполнение тазовой параортальной лимфоденоктомии. Но если так вернуться к реальной жизни, да, что мы действительно вот выполняли всем больным параортальную диссекцию при первой астадии? Да, не выполняли. Это я не говорю. Да, и вы знаете, ну, я, может быть, сейчас немножечко скажу там своё отношение, и, возможно, создам какое-то не очень хорошее впечатление, да, но, извините, для вот меня, когда шла разработка методов хирургического лечения больных, даже раком эндометрия, раком шейки матки, ну, параортальная зона для меня лично – это сложная зона для выполнения хирургического вмешательства. И когда я учился и видел, ну, я, собственно говоря, не видел границы лимфодисекции, превышающие бифуркацию наружной и внутренней подвздошной артерии. Как правило, мне говорили, вот это уровень, вот один сантиметр выше, и вот запирательный нерв, да, и вот ниже ходить не нужно, потому что… Да, поэтому мне кажется, да, поэтому мне кажется, вот здесь можно, и мы, кстати говоря, вот когда внедряли свою методику детекции узлов, мы, кстати говоря, у нас дизайн исследования, вот было диссертационное исследование защищено успешно, мы выполняли детекцию сигнальных узлов, но параллельно мы выполняли полную лимфодисекцию для того, чтобы изучить вот все ложно-отрицательные и эффективность этой методики. Все дело в том, что мне кажется, что идеология детекции сигнальных узлов, мне кажется, это методология, которая стандартизует нам возможность тодирования заболевания. Вот я бы, наверное, так бы смотрел на эту проблему. Мне кажется, это очень перспективное направление, и оно только сейчас идет свое начало, но я знаю, насколько сейчас интерес наших коллег, не только учреждений федеральных, но и практического здравоохранения к этому сейчас относятся позитивно. Да, но если только мечтать, то только от аэродиагностики имеется в виду, уменьшены моноглобные антитела, чтобы и диагностировать поражение лимфоузлов, и одновременно их лечить, самый оптимальный путь будет. В ближайшем будущем, скорее всего, так и будет. Это уже новое прочтение этой идеологии. Да, и потом здесь, в чем еще преимущество этой методики биопсии сторожевых лимфоузлов? Не только параортальная зона. Вот, допустим, в исследовании СЕНТИКС-3 пока еще нет результатов, но они уже показали, что в их исследовании 18% лимфоузлов уже находят в неожиданных местах, и здесь речь не только о параортальной зоне. Здесь идет предсакральная область, там и пузлы параметрии, и другие локализации. О чем я и говорю? Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Да, иксессия. Спасибо большое. Спасибо большое. Основываясь на своем опыте, как вы считаете, именно флюоресцентные детекции или радиозатопные методы исследования, вот какое более эффективное, может быть, какие-то преимущества, недостатки этих методов? Ну, каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, и на самом деле пока еще все эти методы сравниваются. Как раз в исследовании СЕНТИКС-3 в 2026 году они опубликуют сравнение вообще всех комбинаций, которые мы сейчас можем себе предположить. То есть это изолированный эндоцианин, изолированный радиозатоп, комбинации эндоцианина радиозатопа, их комбинации с красителем. Пока еще все это ожидается. Но понятно, что несомненным преимуществом, допустим, радиозатопного метода является его задержка в конкретном сторожевом лимфатическом узле и очень долгая элиминация оттуда в течение суток, а то и двух суток. Но тоже такой существенный недостаток введения накануне. То есть пациентку нужно взять, ее нужно отвезти в радиозатопную лабораторию. В условиях ненаркоза ввести ей этот препарат. Ну а эндоцианин, во-первых, имеет преимущество в том, что вводится интероперационно, и эти лимфоузлы действительно видно глазом. То есть они подсвечиваются, их видно. Но время работы, вот это окно, оно очень короткое. Поэтому пока еще мы стоим перед выбором. Спасибо. Спасибо. Блестящая презентация. Спасибо. Продолжение следует...